Чилийским властям удалось взять под контроль большинство очагов сильнейших в истории страны лесных пожаров. Как передает Associated Press, уменьшению распространения огня помогли дожди и понижение температуры. Напомню, лесные пожары бушуют в Чили уже несколько недель огнем по всей стране. Охвачено около 500 тысяч гектаров леса. Ущерб от стихийного бедствия оценивают почти в 350 миллионов долларов. Жертвами пожаров стали 11 человек, уничтожены 2000 домов. Стихия полностью стерла с лица земли городок Санта-Ольга в центре страны. В семи регионах объявлен режим чрезвычайного положения. Власти задержали около 30 человек, подозреваемых в поджогах. О новых лесных пожарах сообщения не поступали. Остальные в большинстве случаев находятся под контролем. Однако мы не ослабим усилия и продолжим ликвидацию последствий стихии. Лесные пожары вдохновили местных программистов на создание видеоигры. Программа называется «Супертанкер» и доступна для скачивания на смартфонах. Игрок должен тушить очаги возгорания, управляя одним из пожарных самолетов. Как рассказал создатель программы, популярность ее растет и очень быстро. Все прибыль от ее продажи собираются направить на помощь пострадавшим от стихийного бедствия. С понедельника по вторник было 90 скачиваний, со вторника по следу 300. А затем, после появления статьи про нас в национальной газете, нашу игру скачали 45 тысяч раз. Продолжение следует...